Приветствую вас на моем канале разбора в анонсах телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетьман и, конечно же, моего творчества. Сейчас я хочу с вами психологически разобрать последний выпуск пост-шоу Холостячки, как выйти замуж. Хотя, как по мне, лучше бы его назвали, как жениться, поскольку у нас главная героиня девушка, а борются парни. А также расскажу вам, кто победил в проекте. А вы мне напишите в комментариях, за кого вы болели, кто вам нравился больше всего. А в последнем выпуске пост-шоу в гости на проект пришла коллега Рыбака. И всячески его поддерживала. И у меня склалось впечатление, что Рыбак крутит любовь даже с ней, с каждой девушкой, с которой он вообще знаком. Она, кстати, очень поддерживала и Элорта, естественно. Как будто бы она и есть та девушка, что ждала Рыбака с проекта. Но это не она, имена другие. Также в этом выпуске разбиралось знакомство мальчиков с отцом Ксенией, хотя этого еще не было в эфире. Мне очень понравилось утверждение, что нельзя строить слишком крепкие отношения с родителями своего избранника или избранницы. Потому что его родители воспитывают его и начнут воспитывать и вас. Это неизбежно. Между родителями и детьми должна быть некая дистанция. Я с этим абсолютно согласна. И я обещала рассказать, кто же победит. Конечно же, победит Элорт. Это знают все. И посмотрите на грустный взгляд Леши на пост-шоу. Даже когда он смотрит свидание Ксении Элорта, у него саркастическая улыбка. А Элорт проржал все пост-шоу. Был веселый и чувствовал себя королем. И даже когда говорил, что его называют женоподобным, сидел с женской брошкой. Его ничего не волнует. Он довольный жизнью. Он и победит. А следующим холостяком, вы не поверите, кто будет. Следующим холостяком будет Леша. Представляете? Напишите мне в комментариях, кто вам нравится больше всего, Элорт или Алексей. А по поводу арифнии. Ей не выносят подарок. Всем выносят девочкам, кто сидит в экспертах, а ей нет. Но это же несправедливо. Жду от вас пальчики вверх. И до новых встреч.